Мы давно подбирались к экосистеме Realme, постоянно брали на тест то один гаджет, то другой, то третий, но знаете тут какое дело? Собственно говоря, набор гаджетов из разных товарных категорий – это еще не экосистема. Экосистема – это когда разные устройства между собой взаимодействуют. Мы набрали в Цитрусе всякой периферии, взяли смартфон Realme и сегодня попробуем показать именно самую суть экосистемы – взаимодействие. Соответственно, центр всей этой экосистемы, как всегда и бывает, именно в смартфоне, точнее в Android приложении Realme Link. Для начала работы в приложении в нем нужно, конечно же, зарегистрироваться, потом подвязать устройство, обновить прошивки и настроить работу. Вот, кстати, в Realme Link я регистрировался довольно долго, потому что у меня почему-то не приходил проверочный код на телефон, т.е. я заполнял копчу, мне говорили у вас есть 60 секунд, чтобы получить смс с проверочным кодом и ввести этот код, и смс-ками не приходило. Если вы столкнетесь с такой ситуацией, то не пугайтесь, просто попробуйте это сделать на следующий день. Ну вот, иногда подглючиваются рваки. На данный момент экосистема охватывает носимую электронику, т.е. часы Realme Watch, браслет Realme и три модели ТВС наушников. Ну и давайте теперь быстренько пробежимся, собственно, говоря по элементам этой самой носимой экосистемы. И вот это, например, часы Realme Watch. Ну вот эти. Дизайн часов, само собой, похож на Apple-овский, а функциональность – это что-то типа фитнес-браслета, но с некоторыми улучшениями, в том числе и за счет просто физически большего экрана. Часы мониторят фазы сна, мониторят пульс, физическую активность, погода, уведомления, напоминание регулярно пить воду, измерение уровня кислорода в крови, мониторинг всевозможной активности, тренировки, управление музыкой, управление камерой. В общем, с одной стороны, я не могу сказать, что я сейчас назвал какие-то абсолютно новые для вас или для себя слова. Эти все функции мы видели уже в других часах, но все они присутствуют и здесь, и это уже как минимум очень неплохо. В приложении можно закачивать часы новые циферблаты. Их пока не очень много, но уже имеются забавные или, как минимум, разных стилей. Если пользоваться всеми функциями этих часов, то одного заряда хватает примерно на неделю, а пользоваться конечно надо всеми функциями, что тут экономить энергию там. Часы тестировали в августе, как сами понимаете, на улице было достаточно светло и тем не менее все, что происходило на часах, можно было рассмотреть даже на солнце. Наверное, хотелось бы яркости все равно чуть больше, но и так хорошо, особенно с учетом цены. Это 1600 гривен или 60 долларов. А следующий номер это наушники, которые Citrus мне не присылал, потому что они мои личные. Realme Buds Air Neo мне понравились тем, что стоят около 1000 гривен, то есть примерно 35 долларов. При этом качественно передают речь и неплохо звучат. Хотя о качестве звука поговорим чуть позже. Посмотрите, сколько настроек для наушников в Realme Link. Сенсорные поверхности настраиваются под очень конкретные запросы и опций действительно много. Нормального эквалайзера, к сожалению, до сих пор нет, но есть режим усиления звука, есть усилялка басов и игровой режим. Игровой режим показался мне какой-то непонятной штукой, не совсем понял, зачем он нужен и усилялка басов мне тоже не понравилась, потому что она усиляет низкие частоты за счет того, что портит все остальное. Но вот усиление звука в целом, это реально очень полезная штуковина, сейчас объясню почему. Просто так из коробки наушники звучат тихо, звук сбалансированный, звук приятный, у него нет каких-то перекосов, но при этом на улице громкости бывает так, что не хватает, особенно в транспорте, а вот если включить режим усиления звука в Realme Link, тогда громкости хватает и звук при этом не искажается. Ну, если говорить о недостатках этих наушников, то у них нет второго микрофона на каждой чашечке, который бы работал как шумоподавление, поэтому, если вы будете пылесосить и в этих наушниках с кем-то разговаривать, то, скорее всего, ваш собеседник, ну, мягко говоря, не порадуется. И вот еще нам прислали заценить модель наушников Realme Buds Q. Вот такой вот совершенно другой форм-фактор и более дешевая цена. Цена у нас составляет 25$. Зарядный кейс горизонтальный и мы называем такие гробиком для белоснежки, без понятия почему. Сами наушники снабжены сменными амбушюрами, что улучшает посадку в ухе и, конечно же, улучшает пассивную шумоизоляцию. Однако это не всегда хорошо. На днях возле моего дома сбили человека прямо на пешеходном переходе и для меня это стало еще одним звоночком того, что, да, наши дороги бывают очень опасны, потому что полно есть всевозможных придурков и поэтому, пожалуйста, если вы переходите дорогу и вы подписаны на следующий канал, то выключайте музыку, лучше вообще вынимайте наушники из ушей. Особенно, если у них есть какие-то амбушюры, хорошо перекрывается ушной канал, ребята, реально, поберегите себя, мы переживаем за вас в это непростое время. В контексте экосистемы мы видим, что у этих наушников такая же тонкая настройка сенсорных панелей, как и предыдущие, но при этом усиления звука уже нет. Впрочем, усиление звука и не нужно, потому что эти наушники реально громкие. По качеству звука скажу так, басов действительно много, а верхов при этом мало. Вокал и, соответственно, голоса собеседников, когда вы говорите по телефону, получаются немного бедноваты, но при этом все равно достаточно неплохо слышны. Самое главное про наушники Realme Buds Q это то, что подключать их к смартфону нужно только через приложение Realme Link, потому что в Realme Link очень понятны анимированные инструкции. С первого раза вот эти наушники подключатся и с первого раза будут играть сразу оба наушника. Если вы будете пытаться пользоваться бумажной инструкцией, которая лежит в коробке или пытаться разобраться сами, скорее всего вы сойдете с ума. Вот примерно так и выглядит экосистема Realme в середине 2020 года. И скажу честно, я был удивлен, что в Realme Link в этом приложении, которое всю эту экосистему объединяет, пока нет телевизора. Хотелось бы какие-то реально крутые штуки, какое-то крутое взаимодействие с телевизором получить, но, видимо, это случится в будущем. А пока имеем, ну вот примерно такой ассортимент. Ну и то, что имеется сейчас, уже тоже неплохо. Потому что довольно удобно управлять часами и наушниками одновременно с одной программой, обновлять все прошивочки, получать инструкции и в целом особо как бы голову не ломать. Разобраться с тем, как работают между собой гаджеты Realme, было для меня лично что-то типа такой, ну вот фишечки. Можно сказать, что выпускаю это видео, я закрываю свой личный гештальт, потому что я люблю вот разбираться в каком-то вопросе для себя и в качестве уже окончательной фиксации просто выпускать видео. Давайте как-то попробуем подвести итоги. Экосистема есть. То, что в ней реализовано, уже сделано на прикольном интересном уровне, но при этом однозначно этой экосистеме есть куда расти. Хочется больше девайсов, хочется больше интересных сценариев взаимодействия, больше интересных функций. И на этой оптимистической ноте мы с вами, дорогие друзья, будем прощаться, потому что нам нужно уже бежать делать следующее видео. В этом месяце у нас будет еще один смартфон Realme на обзоре, в который я прямо сейчас вставляю сим-карты и попробуем с помощью него сфотографировать какие-нибудь звезды. Вам же я хочу пожелать вот как раз звездочку с неба вам, дорогие наши подписчики, только не в каком-то апокалиптическом смысле, а просто чтобы все ваши желания исполнялись. И мы надеемся, что и наши желания исполнятся тоже. А желаем мы довольно простых человеческих вещей. Донатик по ссылочке, лайк, подписка, может быть репост или комментарий. В общем, все, что вашей душе угодно, лишь бы для нас хорошо. На этой оптимистической ноте пока.